Это вот все претенденты на участие в Олимпийских играх, следующих, не в этом году, потому что в этом году не обрыбилось нам. Прогнозу Валерия Волкова верить точно можно. Титулова ненаездника в регионе нет. Причем в свои 73 года триумфатор Московской Олимпиады в седле. Молодец. Молодец. На Темногнедово Ламберто Гре ставки особые. Настоящая звездочка в конюшне прославленного тренера. Как и полагается, талантам иногда позволяет себе покапризничать. Но за долгие годы работы в полностью женском коллективе Валерий Волков сталкивался с трудностями и похлеще. Конечно, с девушками, сами знаете, всегда бывает непросто. Сегодня да, завтра нет, а послезавтра не знаю. Вот именно из-за его хорошего, мягкого характера и темперамента, достаточно понимающего, ему легко это дается. И он на многие наши какие-то женские проблемы махнет рукой. Под руководством Валерия Волкова Анастасия Напольских получила звание мастера спорта по выездке. Сам же чемпион выступал в другой конной дисциплине – троеборье. Был капитаном олимпийской команды. С легкой иронией вспоминает награждение тех лет. Золотых медалей на всех наездников почему-то не хватило. Досталось только ему. Да и ту потом забрали в музей. Это вот как самой конь сходить. Ох, огонь был такой конь. Как только отмахнули, все. Он как из прощи. От нашей конно-спортивной школы было три кандидата на олимпиаду. Вот это Гогин Александр Павлович, Коля Мирошников – мой друг. Тоже в этом же виде, в котором я участвовал, в троеборье. Ну вот, видишь, скажем, подфартило мне попасть. И то подфартило, потому что я ни одного старта до олимпиады не проиграл. Я бы и олимпиаду выиграл в личном зачете. Но подвела погода. Сильные дожди размыли трассу. После девятого барьера конь оступился и упал. Пришлось терять драгоценное время. Однако даже с учетом падения Валерий Волков показал лучшее время на дистанции. Но для победы в личном зачете этого оказалось мало. Олимпийское движение дало Ярославскому региону не только великих спортсменов, но и новые объекты. И, пожалуй, самым уникальным среди них будет велодром. Таких спортивных сооружений по всей стране не больше десятка. Бетонный трек в Брагине появился в 1978 году. Сюда приезжали сражаться спортсмены со всего Советского Союза и даже из-за рубежа. А если ты идешь по черной, по кромочке, значит, ты выиграть можешь хорошо пройти. За 43 года комплекс ни разу не ремонтировали. На нем до сих пор можно проводить соревнования всероссийского масштаба. Но в последние годы популярность велосипедного спорта в городе упала. Объект в собственной гостинице для спортсменов и огромной прилегающей территории стал чуть ли не стадионом-призраком. Остановят, что там. На работу еду. А куда ты? На трек. Да трек это у нас нерабочий. Как нерабочий? Тренируемся постоянно. Они брагинские, они думают, что трека нет у нас уже. Когда длительное время не вспоминаешь про вид спорта, потом сложно его восстановить за какой-то промежуток короткий времени. Пытаются какие-то попытки делать. Тренеры у нас продолжают работать, продолжают набирать детей. На данный момент у нас 119 детей занимаются велоспортом на отделении в школе. Но вот условия у них, мягко говоря, спартанские, поэтому перспективных ребят зачастую переманивают в столицу. Сейчас руководство спортшколы номер 19 пытается вернуть былую славу велосипедному спорту и найти деньги на реконструкцию трека. Возможно, после этого в городе появится олимпийский чемпион и по этому виду спорта. Павел Волков, Константин Дмитриев. День в событиях.